Всем привет! С вами Сурикова Оксана и вы на моем канале. Думаю, все наблюдают в последнее время тенденцию простоты и натуральности. Недаром самый топ у мастеров маникюра это камуфлирующие базы, но речь сегодня будет не о них. Хотя в итоге я получу как раз очень натуральный и спокойный маникюр и сделаю его я супер быстро. Подписывайтесь на канал, усаживайтесь поудобнее, ведь следующие 4 минуты я подробно все вам покажу и расскажу. Маникюр выполнили в классической технике, просушили от влаги и забафили поверхность. И сейчас перед покрытием нужно хорошо обезжирить ногтевую пластину. Вместо цветной базы сегодня я решила взять два геля разных оттенков. Натуральный камуфляж телесного цвета и более светлый оттенок топленого молока. Также мне понадобится база под эти гели. Сегодня я поработаю с прозрачной основой от Grotol. Наношу ее тонким слоем на все ногти. Особое внимание уделяю труднодоступным местам, они обязательно должны быть прокрашены максимально до кожи, но без затеков. Просушиваю базовый слой в лет лампе 60 секунд и теперь начинаю делать гелевое укрепление. В принципе на прозрачную подложку мне можно сразу наносить объемный слой геля и аккуратно распределять его по пластине. Но удобнее сначала промазать ноготь, создать некую подложку, по которой гель будет охотно распределяться сам. Плюс этим тонким слоем можно сразу промазать те места, где нам не нужна толщина. Соответственно туда уже можно будет не доводить основной объем. Этот маникюр я буду выполнять в технике без опила, поэтому я слежу за тем, чтобы гель распределялся равномерно. Для этого нужно просто смотреть за нажатием на кисть. Оно должно быть одинаковое со всех сторон. Часть ногтей я покрываю телесным гелем, а часть вторым более светлым оттенком. Мелкие погрешности можно сгладить тонкой кистью, только предварительно испачкайте ворс в том же геле, тогда кисть не стянет лишнего. Для супер быстрого дизайна мне понадобится самый популярный блестящий гель-лак Opal от Gratol. В моих руках оттенок Duochrome. Это относительно новый лак эффект. Появился он зимой 2021-2022 года и состоит из мелких блесток. Молочные ногти я покрою им полностью. В принципе одного слоя будет достаточно, но можно и в два. Гель начинает играть, светиться прям хоть на свадьбу, хоть на Новый год или на повседневку, как мы. Подойдет ко всему. На бежевых ногтях рисую широкую блестящую полоску прям этим же гель-лаком и кистью из флакона. Здесь стоит обратить внимание на толщину, нам она не нужна, поэтому полоску делаю максимально плоской. Просушиваю в лампе и снимаю липкость. Сейчас буду рисовать. Ну, точнее не совсем. Беру дотс и белый гель-лак и ставлю точки рядом с блестящей полосой. Где-то на нее, где-то рядом с ней. Далее тонкой кистью вытягиваю четыре луча из каждой точки. Рядом добавляю очень миниатюрные точечки. Можно это сделать иглой или зубочисткой. Сушу и покрываю глянцевым топом. Вот так быстро и просто мы укрепили ногти гелем. Да и так натурально, что кажется, как будто это обычный гель-лак. Маникюр выглядит нежно, при этом одновременно и празднично. Согласны? Эти гелевые ногти очень прочные и будут радовать клиента до следующей коррекции. А там мы еще что-нибудь придумаем. Подписывайтесь, чтобы это не пропустить. С вами была Оксана. До скорой встречи. Пока-пока.